Всем-всем доброе утро! Доброе утро, Нью-Йорк с вами! Весна 2017 года! Сегодня мы по просьбе даже одной девушки, так получается. Когда-то давно-давно мне одна девушка написала «А что вы, флеймаркет?» Что-то флеймаркетов нет давно. Ну, вы знаете, флеймаркеты у меня были в ранних моих видео. Но сегодня мы решили поехать в Нью-Джерси на наш один из любимых флеймаркетов, где очень... не то что что-то купить там дешевое, знаете как. Просто походить на свежем воздухе, посмотреть на людей, посмотреть на какие-то безделушки. очень-очень-очень даже интересно. Да, Сав, что тебе интересно? Мне тоже интересно. Очень даже. Вот. Там, знаете, какой-то свой колорит на этих флеймаркетах. Что она меня перебивает? Она какая-то болтушка у нас. У нее приятный, черт побери, голос. Мне нравится. Вот. На чем я остановилась-то? Я же про очень важное рассказывала. У меня очень про важное рассказывала. Вот. Поэтому, знаете, как люди играют в гольф... Как люди играют в гольф... Тут вроде бы ходят себе с шарика, бьют, бьют. Казалось бы, такая глупая игра, да? Там в ямку шариком попасть. Вот и мы так же по флеймаркету ходим, ходим. И заодно накручиваем какие-то тихонечко километры даже порой. С дышим свежим воздухом деревенским. Ну, а что? Выходной день. Вот сейчас в межсезонье, когда особо природа еще не пробудилась, когда тепла еще такого вот нет особенного такого. Знаете, чтобы сесть даже где-то прям долго-долго посидеть, побалдеть. Такого нет еще пока. Парки, сады не расцвели. Вот. Природа, короче, не способствует. Так мы вот на флеймаркет сегодня решили поехать. Сегодня сделали подвиг, совершили. С утра мы очень рано встали, в 7 часов утра. Представляете, это такой подвиг. Выходной день в 7 часов утра встали. Ну вот и едем с вами. Сейчас мы едем через Березана Бридж, через Стейтан Айленд, поедем в штат Нью-Джерси на флеймаркет, который называется Инглиш Таун. Флеймаркет. А тебе нравится гулять по флеймаркету? Ты очень громко разговариваешь, почему ты так громко говоришь. Саш, ты же знаешь, что я слышу плохо. Я люблю Стейтан Айленд. Он такой чистенький, спокойный, зеленый такой остров. Несмотря на то, что здесь перерабатывается мусор весь нью-йоркский. Да? Здесь... Мусороперерабатывающие заводы здесь на Стейтан Айленде. Но это абсолютно незаметно. Воздух чистый. В общем, замечательно. Жить здесь неплохо. Неплохо. Take exit 5. On right to route 440 south. Exit 5. Поедем на exit 5. Окей. Как скажешь, дорогая. Мы согласны на все. Нам только бы вырваться куда-нибудь подальше от Нью-Йорка. Сейчас подзаправимся. Вот видите, цена какая. 2,29. Галлон 2,29. Так, Саша пошел. Сейчас посмотрим, насколько мы заправимся. Сейчас нам окошечко помоют. И мы дадим вознаграждение. Доллар. Хватит. Вот 16 галлонов получилось на 37 долларов. Ну, это целый бак, да? Ага, полный бак. Ага. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Вы тоже. Пока-пока. Да, уже скоро подъезжаем. Ура, 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 ура. Походим, погуляем. Замечательно. Это местечко называется Глинвуд. Ой, вру. Я же вру, прям вот сижу и просто обманываю всех и саму себя. Это место называется Инглиштаун, конечно же. Тут машины продаются, как всегда, маленький базарчик. И все такое прочее. Характерное для американской глубинки. Нам осталось 0,7 мили. Окей. Найти местечко. Через одно лучше поедем дальше. Дальше? Давай подальше, да. Там больше шансов нам на успех. Не поворачивай. Вдруг что-то обломится. Что-то он поехал, не обломилось ничего. Слушай, сегодня что-то тут заполненность просто стопроцентная какая-то. Даже больше. Ой, надо, наверное, самый-самый-самый какой-то угол дальний. Там уже что-то, может, найдем, да? Как ты думаешь, найдем что-нибудь мы? Или не найдем? Найдем, да? Найдем. Ну ладно, давай искать. Все, пока-пока, мы приехали. Батарея. Пойдем гулять. Тебе швей? Да, конечно. Они заведились. Тут, конечно, фли-маркет очень большой. По площади просто огромнейший. Но вы знаете что? Вот прям подходить, допустим, к продавцу и вплотную снимать, прям в упор. Но я не могу так. Никто не снимает. Как-то здесь не принято. Будут коситься на меня. Поэтому я не снимаю так вот прям в открытую. Не буду снимать. Вот. Я так вот, знаете как, издалека. Ну, вы знаете, что тут всякие мелочевки. Я думаю, что особо вам интересно не будет. В общем, уезжаем мы отсюда. Ой, жарко чего-то стало. Так вот. Что-то жарко стало. Видишь, и тут паркинг. Да? Да. Ой, тут паркингов много. Открылся. В общем, погуляли мы, походили. Ой, кондиционер включил, да, Саша? Выключил. Нет, наоборот, побольше. В общем, мы хорошо погуляли. Очень долго. Сколько мы времени? Часа три гуляли, наверное, да? Вот. Купила я себе единственное, что купила я себе. Такой вот новый для телефона мягенький чехол. За 10 долларов всего. Нормальный такой. И купила себе новый штатив Bosch. Что такое? Что, Саша? Да, это 10. Десять. Десять. Да? Это 10. Саша думал, что пять. Я говорю, нет, 10 долларов, Саша, 10. И штатив за 20 долларов Bosch для видеокамеры. Очень хороший, крепкий. Мой уже весь там разваливается. Я там его стараюсь с какими-то крепёшками сделать, но не получается. Так что вот две мои хороших покупочки. Ну, там мы перекусили ерунду какую-то. Шашлычок там делают на улице. Вот, вот такой штатив, очень даже хороший. Пригодится мне для моих смеёмок. До следующей связи. Знаешь, мне, не знаю, как тебе, а мне нравится наблюдать очень на флеймаркете за пожилыми-пожилыми американцами. Те, которые продают свои какие-то безделушки, какие-то старинные вещи. В общем, всю ерунду, которую собрали, может быть, за всю жизнь. И, может, и соседи там присоседились к ним, да? Ага, домик красиво стоит. Уже некоторые деревца расцвели. Вот, и они такие все какие-то вот... Вот сегодня бабушка-то с дедушкой были. Там у бабушки такие седые волосы распущенные. Такая худая, худосочная такая вот. Дед такой, как сказать... Тоже худосочный. Ну, он такой в тельце, такой высокий, в шляпе, в такой ковбойской. А она, как бывшие хиппи, вот как будто они были. Такие какие-то вот... Как сказать... Их стариками-то не назовёшь. Они старики. Но они не старики в то же время. Они им лет по 90. Им лет по 90, наверное, да. Но они какие-то вот молодые старики. Ну, вот у них не хоматенты. Да, у них ни помощницы нету никакой. Сами-сами-сами. Машину загрузили, в машину разгрузили. И стоят, улыбаются всем. Такие вот, конечно... Так время своё проводят. Продадут, продадут. Не продадут им как бы... Как получится, так и получится. Да? Они как-то особо не волнуются. Главное, что на свежем воздухе и на солнышке. Загорелые такие. В общем, такие дела. 60 миллионов разыгрывается. Powerball. Mega миллион. 25 миллионов разыгрывается. Поиграем, Саша? На моё предложение мой муж только хихикнул и всё. Ой, неправильно сделал. Потому что играть бесполезно. Надеемся только на свои силы. 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 Только на свои силы надержимся. All right, all right, all right. In point two miles. Keep right on to route 440 north. All right, all right. Keep right on to route 440 north. Надо домой, потому что много дел ещё. Выходные короткие, а дома очень много дел. In point two miles. Keep left on to route 440 north. Что надо сделать, конечно же. Сегодня ещё у меня большие наполеоновские планы. Keep left on to route 440 north. Хорошо, хорошо. Мы keep left, keep. Конечно, keep. Окей. Ой, как я люблю такие крутые повороты. Я обалдею прямо. С крутыми поворотами, как на качели. Хотела вам задать один вопрос. Что значит быть правильным человеком? И кто из вас считает себя правильным человеком? И вообще... In point four miles. Keep left on outer bridge crossing. Интересно ли быть вообще, жить правильно? Интересно ли это? Правильно ли это? Быть правильным? Или это... Для каждого, конечно, свои правила в жизни. Но мне, например, кажется, что я не совсем правильная. Keep left on outer bridge crossing. И правильно жить. Неинтересно. Пресно. Скучно. Предсказуемо. Вот в нашей жизни есть три глагола основных, в соответствии с которыми мы живем. Это мы должны, мы можем и мы хотим. Должен, могу, хочу. И мне кажется, что если у человека превалирует глагол должен, 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 должен... Вот этот человек слишком правильный, он делает только то, что должен, а еще же есть хочу и могу. А вот тот человек, который делает в своей жизни больше глагола, осуществляет хочу, хочу, он живет более интересно, мне кажется. Он живет более, ни к чему себя не обязывает, но этот человек не хорош для окружающих, для своих близких. А вот если, конечно, человек сочетает и хочу, могу и должен. За что, можешь уже не выключить? Ты уже дорогу знаешь, да? Она меня перебивает. Спасибо. Спасибо, дорогая. Если в жизни вот эти три глагола совпадают, хочу, могу и должен. Это очень счастливый человек на самом деле, что я могу еще сказать. Но очень редко эти три глагола совпадают. Вот, например, у меня на сегодняшний день глагол должен и могу 90% моей жизни занимают. А вот хочу всего лишь 10%. Это очень плохо. Я хочу изменить свою жизнь, чтобы эти три глагола все хотя бы по 30% занимали каждый. По 33,33% процента. Надо к этому стремиться. Получается, что я больше к правильному человеку, как бы, да? Ближе я к правильному человеку. Да. Но я не совсем правильная, конечно. Все, заканчиваю свою, как назвать, да? Полтологию от мужика подсказывать. Редактор субтитров. Х offset. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом я прощаюсь на сегодня Скоро увидимся Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok